Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Принцип Таласа II. Мы с вами рядом с сомнодромом. И мы вроде как вызвались в него залезть. А как же? Ну как же не залезть в сомнодром? Но сначала я хочу посмотреть, что нам тут скажет этот портальщик сомнодром. Итог. Уже забавно, пожалуй, долгое время мне казалось, что эта старая человеческая ненависть к себе, которую мы каким-то образом переняли, была виной Мильтона. Дескать, он как-то развратил нас, захлестнул своим цинизмом. Несправедливо, с моей стороны. Чем бы оно ни было, это не Мильтон, это мы. Тем не менее, этот экскурс в солипсизм не был совершенно напрасным. Сомнодром обеспечивает прекрасную основу для прямого взаимодействия с проектом Наэма. Нам это что-то дало? Я по-прежнему не могу сюда ввать. Мне кажется, там тоже что-то есть. Ну ладно, как ни крутись, лезь, лезь, косарь, лезь в сомнодром. Пока, мэр. Использовать рабочий сомнодром. Получили мы ночевочку. Та-тара-тара-тара-тара-тара-карыбик-бич. Так, ну пошли смотреть, что у нас тут. Ммм, зайчка. Стульчик. Хорошая бочка с ромом. Дай-ка побегаем, посмотрим, прежде чем лезь в этот терминаль. О-о-о. Маргарита. Нет, не Маргарита, это что-то. Подожди, ну блин, это все забавно. Есть что-нибудь такое? затопленный сфинкс короче а этот дракончик тоже лежит и компьютерчик глазик-то за нами следит посмотрите да да привет я знаю что тебя надо использовать мильтона то ты мильтона то ты признайся скотина ты тут поселился на этом острове ну-ка понятно что то островка такой воображаемый ну что пойдем запуск режима отладки готова похоже произошел сбой программного обеспечения хотите получить доступ к корневому меню и такой км помощь корневое меню корневое меню что происходит ошибка команда не опознана ну корневое меню ошибка команда не опознана корневое меню помощь отображение списка команд помощь отображает список список команд км отображает корневое меню а м загрузка корневого меню готова сам надром финальный бат настройки внешнего устройства серийный номер такой-то готова прогресс 69 интеллект высоко скорость низко здоровье высоко рационализм низко юмор высоко консерватизм низко морализм низко духовность высоко популярность средняя процесс джефф процессор джефф 968 параметра ошибка привилегия редактирована заблокирована заблокировать разблокировать разблокировка привилегий реакции и реакции редактирование ошибка пользователь применил попытку внести изменения свое устройство что могло привести к бесконечному регрессу или всесилию здесь может быть только один бог а-а-а-а-а мельтон это мельтон я про настройки экрана трампам-пам прогресс интеллект трампа помреж джефф заводские настройки а зачем мне заводские настройки ну давай попробуем внимание при восстановлении заводских настроек будут или на все созданные пользователем файлы личности не удивляйтесь если это приведет к ошибкам точно хотите вернуть заводские настройки ладно подожди отмена корневое меню или мне все-таки нужно заводские настройки высоко низко да давай да 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 мы вернем заводские настройки удаление всех созданных пользователем файлов личности готова приятного дня кем бы вы не были загрузка внешнего устройства серийный номер такой серийный номер 1000 а мой прогресс один процент интеллект низко скорость низко здоровья высоко рационализм низко юмор ошибочка с юмором все остальное низко 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 настроим экран ладно корневое меню то есть мы себя что ли загрузили выполним сам на дрон финал запуск файла сам на дрон финал готова ой блин мы шо себя клонировали миль то хим ах ты зараза а ты вернулся не запалился миль то это точно миль то я думаю я оставил себя не только не ты кажется мы незнакома я знал что ты пойдешь со мной привет еще раз я скучал а ты меня с кем-то путаешь ох нет я тебя не спутаю мама мильтон гадай дальше а ладно не надо на самом деле я являюсь объединенной интеракции двух управляющих программ которые дали жизнь понятное дело сохранив лучше от обеих что значит что я могу сказать себе что все противоречиво ничто не имеет значения нет моральной разницы между тобой лягушкой я могу подать это дело ответы они история твоей жизни да ладно мильтон чем не твоя история жизни чет как-то ты не позитивные и только что подцепил свою будку к экспериментальным устройством хотя ты можешь оказаться в ловушке этого состояния разговаривать сам собой это значит что ты еще жив на ну вот так вот в твой вопрос а я хватит болтать лучше отверстие на вопросы посерьезнее ну где мы понятно мы в сомнодроме и можешь помочь мне куда я пришел а я болтать лучше от весна просто посерьезнее помочь мне можешь я могу ответить на твои запросы относительно понятным языком основываясь на том что знает твое подсознание а еще я могу пить маргариту подсознательно это не маргарита где мы запустил какой-то программный backdoor и теперь считаешь и редактируешь свой подсознательный код в виде нашего диалога я на твоем месте был бы осторожнее один неудачный цикл и мы окажемся здесь навсегда никто я если ударяться крайности с одной стороны представляешь собой универсальную жизненную силу самого времени принимаешься как часть с другой стороны ты устройство под названием 1к калькулятор который думает что он живой сакия калкулятор цинизм у тебя остался ну да калькулятор ты вообще правду сказал откуда я пришел так называемый реальный мир лично мне больше нравится здесь и не только потому что я не могу идти ладно ответить на вопросы посерьезнее машина которым подключены разряжается возможно есть время только для одного важного вопроса задавай только один вопрос нашим людям стоит выбрать с роста ли баланс если универсальный закон морали следа то какой как не стать лучше версии себя в чем смысл жизни чего я хочу на самом деле как-то получить можно ли задать мне более банальный вопрос я да да определенного предела если инопланетная разумная форма жизни какой вопрос ты бы задал на моем месте вообще-то я хочу вернуться к банальности вообще-то я не знаю что спрашивать давай-ка лучи я скажу тебе кое-что бог есть бинарные величины реально это какая-то симуляция вообще чего хотел то не так все понятно на самом деле на моем месте чтоб ты с какой бы ты вопрос задал я есть моты так что наверное я бы спросил об этом приведет нас в бесконечной регрессии поэтому я выберу что-нибудь другое давай я просто расскажу тебе о большом вопросе оказывается у нас есть основополагающий моральный кодекс продолжает загвоздка в том что моральный кодекс просто а вот расчеты необходимы для его применения бесконечно сложны как мне это поможет вот в чем секрет каждое живое существо является капиллятором морального кодекса компилятор не может сказать что хорошо что плохо но можно сообщить об ошибках конкретнее ты пришел чтобы задать важный вопрос вот мой ответ твоя способность к размышлению состраданию и есть свой нравственный компилятор единственное правило жить по нему это ответила на твой вопрос нет я готов верно да но я хочу продолжать беседу ну да меньшего я не ожидал каков твой вопрос если у нас встроена компилятора морали тогда как ты объяснишь моральное несогласие как мы узнаем что поступаем разумно и проявляем сострадание правильно давай применим этот код стоит ли считать ли вы лягушек морально равным людьми это твой моральный код каков его источник и почему я должен с ним считаться если все дело сострадание разве это не релятивизм разве это не попытка красиво сказать быть добрее к скальным и так что превыше субъективного сострадания номер нормы правильности или век слушай давай применим этот код и почитаем лягушек морально равным людьми отлично самое время обсудить прикладную этику разум говорит нам что лягушки объективны не идентичны людям но у них есть чувства сострадание говорит нам что мы хотим чтобы лягушки процветали это не должно вызывать споров в записи связи сосуют о том что наши предки ели лягушек да и друг друга тоже правильно ли это ответ не подобно подробный ответ иногда да ты можешь сострадать лягушки но все равно съесть ее чтобы выжить и можно страдать лягушки съесть ее когда она умрет но трудно представить что ты исчерпываешь сострадание к лягушке полагаю наши предки были хорошо знакомы с выводом из своих нравственных компиляторов я бы не хотел есть лягушек поясним один момент все относительно привыкай воросток не является плохим просто потому что воровать нельзя воросток потому что оно мстительно если у сострадательного человека есть веская причина воровать тогда вороство правильно подтверждает ли это твой нравственный компилятор ну как мне понять что я принимаю правильное решение тогда давай разберемся с большим вопросом вагонетка столкнется с чем-нибудь но с кем компилятор говорит что оба варианта плохие что выбирать на многие моральные вопросы есть общественно приемлемые ответы но некоторые упрямо стремятся к бесконечности сам и чем ближе ты подходишь тем больше дикие результата дозволено ли любить кого-то кто совершил ужасные поступки здесь и кого из детей принести в жертву богу вагонеток на такие вопросы нельзя ответить по правилам мы должны доверять выводам наших нравственных компиляторов вся есть какая-нибудь метафора которая помогла бы мне это пом понять допустим нам нужно пересечь и допустим я дал тебе карту если ты попытаешься пересечь реку не посмотрев на карту окажется погрузить в воде так и не узнав о мосте но если ты попытаешься попасть на другой берег глядя на карту тебя бы утащило в море на 6 верст но ты же не станешь спрашивать откуда мне знать доверять карте потому что все что тебе нужно знать что у тебя ноги промокли ты не стал бы указывать людям не переходите реку по бруда только потому что сам решил перейтись по мосту так вот это ответил на твой вопрос я не успел его прочитать ну думаю что да конечно же у нас заканчивается энергия удачи попытках уберись кого-нибудь снаружи поверить себе завершение работы сомнодром финал финал бат минус 1 причем он видели по номеру похоже что я сполз 1к ты в порядке я не уверен нет я окажется слегка перегружен нельзя мэру такая горит до окажется до безума то ушел очень глубоко на трансляции ничего не было я не экспертно похоже что сомнодром закоротила так что в нашем распоряжении лишь то что у тебя в голове могу лишь представить с каким любопытством все будут ждать своего рассказа о лягушках если они убеждены что новость подтвердит их позицию странно не находишь все хотят что ты сказал именно то что они хотят услышать я даже рад что сейчас не на твоем месте от тебя не любопытно немного если честно но мне предстоит читать отсчеты на происходящем так что если тебе не все равно я усмотрю свое любопытство что же не буду больше отвлекать себя от дела ну да я понимаю что надо было задать вопрос о смысле жизни ну что-то я сомневаюсь что ответ отличался бы если мы спросили о лягушках я очень сильно сомневаюсь ой что за технология это телепорт типа но только краичный какой-то забрали и произвели так они статуи делали давай почитаем терминальчик проект на м испытания так текст текст испытания корнели будет в восторге испытания подтверждают наличие закономерности мильтон стал частью нас самих и так понимаю это немножко беспокоит дорогая афина мизантропия ответ по поводу мизантропии ты спрашивала меня они с неисправимым культурном пороке человечества именуемом мизантропии это весьма сложный вопрос который не раз был поднят моих исследованиях попытаюсь кратко дать себе ответ я думаю что наши прародители как и мы были глубоко увлечены идеи созидания преобразования нашего окружения в этом они видели смысл и находили удовольствие относились к этому только положительно если чувствовали свою причастность к таким событиям я думаю что причина по которой они так часто стремились вернуться в прошлое фантазируя о самостоятельной сельской жизни заключающиеся не в том что они противились производству как таковому а в том что они что возвращение к земле в кавычках у них ассоциировалась возвращением к утерянной форме причастности им нужно было строиться они хотели созидать и производить но лишь в том случае если они принимали участие в таком производстве из этого продукты цивилизации начинали казаться им чужеродной силы которую постепенно захватывала и портил их мир они нуждались в мечте и раз уж будущее было им недоступно они мечтали о прошлом надеюсь у тебя и корнелия все хорошо ты посетишь новую выставку гепатии знаю у тебя большие планы но когда ты пропустишь много удивительных культурных событий кто бы мог подумать в те времена что однажды настанет так много искусство вновь расцветет с любовью бена роя афина я вернулась и нашла это сообщение после стольких лет потому что мысль об этом не давала мне покоя тогда я не была готова понять потому что должна была быть лидером возможно это и была проблема эта мечта должна была стать нашей а не только лишь моей афина наконец-то ты наконец-то ты видишь прозрачным вариации атласа афанасий 121 атлас нос тяжесть мира на своих плечах миллиард лет старый титан устал от вложенной ответственности возложена ответственности от того что его тяжелый труд никто не ценил поэтому смертные не понимают что его работа с на а почему смертные не понимают его работа основа всего что они делают наконец он потерял терпение одним резким движением он сбросил космос плеч теперь-то они прозреют но космос продолжал двигаться сквозь бесконечность оставив атласа позади смертные продолжали жить едва ли заметив отсутствие титана он был ошарашен нужен ли он вообще был миру неужели все его труды были напрасны он отвернулся от дел смертных и решил постичь постигнуть секреты вечности лишь спустя долгие годы космос совершив оборот вновь пришел прошел через владение титана и только тогда атлас и смертные поняли как скучали и как им худо друг без друга с того дня атлас не нес космос на плечах а крепко обнял его ну прям вот отсылочка к тому что творится с афины да это что-то такое сюда могу запрыгнуть пошли-ка отсюда как-то странненько так ну ладно вот так вот знакомство с самодромом здесь так ничего вряд ли тут прям что-то появилось да раз тут этого не было где-то не выход о год все я здесь мы все умрем по крайней мере я тут потому что я не знаю всех выход это кто хельга 1к мне очень любопытно что-то видел внутри сам на драма но в чё я расскажу хель я чем не не рассказать я шел спящий режим и говорил с чем-то что я говорила что надо поступать разумно и состраданием что наше дальнейшее действие зависит от нашей сути морально намного сложнее правил с которым мы моралистическую чепуху какой-то я не помню я не помню хельга вот потеха вообще-то моральная истина тени шутки это было не смешно скорее странно я пытаюсь учиться смеешься так много людей пытаются играть с властью и этот пакет данных твоя голова только что сделать себя самым влиятельным человеком во всем городе случайно смешно же я имею ввиду что ты будешь делать правительство захочешь чтобы ты притворился будто ничего не произошло инженеры захотят чтобы ты всем все рассказал чтобы ты не сделал кто-нибудь до расстроиться если кому-то когда-либо не требовалось он не нуждается прямо сейчас все нуждаются моему капиллятору морали уверен я найду способ удовлетворить а как бы ты поступила прежде всего постарайся получить удовольствие жизнь игра в которой мы всегда проигрываем насколько я знаю в ней даже табло нет мое мнение наслаждайся пока есть время согласен лучше не буду мучить себя попытками угодить всем мой долг сделать так что всем было хорошо а смогу ли я я постараюсь или да звучит как занимательная задача я не знаю что ждет нас в будущем возможно то что ты узнал уничтожит нас всех и возможно мы будем спасены скорее всего выйдет серединка наполовинку нет ничего плохого в том чтобы сначала думать потом действовать но это правда не про меня конечно нет более того мне частенько кажется что именно отсутствие послушания процессов мешает по-настоящим интересным людям добиться цели реку собирается организовать прямой эфир чтоб ты мог обратиться к народу как будешь готов мы будем смотреть а папа помогите и дочь и включается прямой эфир и я так это по микрофончику тук-тук и так лягушки тоже люди и все и все крикун 1 к люди хотят знать какие данные ты собрал в саннодроме у нас все готово для чёрт подожди мне нужно еще подумать дать файн годится пожалуйста дай мне знать когда будешь газов это важная история и тут так и будешь стоять мне надо поговорить со своими друзьями где они где они когда не так нужны крик он будет здесь торчать блин мэр герман убес о да слушай подожди а в журнале остались наши мельтахимом знаете что давайте сделаем следующее я этот диалог сейчас потихонечку прокручу чтобы мы его еще раз прочитали на паузе вы я я несчастного я потом когда буду обрабатывать свое видео вот поймем может быть что-нибудь а 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 к социальной сети простите знаю мэр герман упорно работала помог вытащить город из кризиса но это не то будущее которого мы заслуживаем и достойно большего да нам стоило послушать байрона я всегда считал что эти публичные дебаты невероятно скучно кому интересно дела города последнее время подожди это не раз это не считали но последнее время до меня дошло что в этом и кроется причина моего постоянного недовольства в том что мы все перестали тянуть лямку а время может кто-нибудь наконец кто-то наконец изменился вы даже не представляете как нетерпимо хочется чего-нибудь новенького я мы располагаем потенциалом и способна предоставить лучшее будущее а значит и способна его реализовать ринкула да вы бредите ничто никогда не становится лучше демиан и так говоришь только потому что не видел мир который постепенно становится лучше ты считаешь что маленький отрезок истории перед твоими глазами это естественно потому что больше мэр герман тебе увидеть не позволит но это далеко не все время это не место для личных нападок на мэра тема закрыта начинается начинается крикун стой там якут якут нам надо поговорить мильвиль якут я хочу с вами поговорить я хочу с вами обсудить и понять людям сказать хотя бы мне наверное в этом не поможете я остался один со своими лягушками своими тараканами если хотите самом деле как их теперь не назови сути это не меняет что я скажу людям сказала хельга повеселись хельга была права мы соберем с вами огонючек веселись и живи и радуйся жизни пока пока она есть у тебя так велела хельгам и хельга права а тут у нас воспоминания так она загружается уже почти привет здравствуйте мне снился сон и голос обратился ко мне с небес и он сказал что вы его старые друзья и лайки то вы меня зовут афина я твоя мать я корнили спасибо что создали меня я существую не так долго но пока что жизнь кажется чудесно надеюсь вопрос не прозвучит странно но ты можешь быть такой какой захочешь и кем бы ты не решила быть тебя всегда будут любить и ценить и поддерживать мы всегда будем рядом с тобой я обещаю покажем тебе мир волны чудес хочешь выбрать себе имя я бы выбрала имя миранда забавно до родиться сразу же понимающим элементом с чего они и создали из каких файлов ушами туда тоже надо будет можешь туда ну что так пойдемте решим шестую загадку проветрим мозг потому что беседа на публику меня пугает больше чем решение загадок ой и куда меня сдувает при этом к Ммм... все неоднозначно так я так уже привыкла ко всем этим коннектором и прочим вещам а теперь вот пожалуйста такая вот колбаса и тянется оттянется так ну вот куб мы спасли до мне его надо вытащить столько пока непонятно положим сюда а нет подожди мне надо вот эту чтобы она поддержала мне ту дверь очевидно а вот эту мне надо протянуть сюда каким-то образом подождите смотри нам что надо то есть зачем вообще этот родной короче он теоретически теоретически он должен сдуть так чтоб она прошла сюда но не сдували я не вижу никакого другого варианта как вообще не вижу никаких вариантов зачем нам куб вот зачем нам куб так возможно чтоб там поставить читает а ну а если мы куб сюда запулин смысл шо ты мы делаем так а даже так да то есть хотя не подожди смотри это логично это логично что куб может сюда проскочить эти-то ножки все таки а охоте нож и меня сама свели можно вытащить сюда красная вытащить сюда красный открыт где там кубку тоже надо все ноги нам нужно все поле на меня не я мучает мысль о том что чем это здесь о том что мы будем говорить вот у меня мучает так а зачем нам это а чтоб это царе он не работает а она теперь понятно зачем здесь это фигня вот смысл блин сюда на женку а он сейчас закроет нам тут все двери это не закрою а а а вот а а а а а а а было очень странно и криво но да ладно вот 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 оказывается так и что пошли отсюда мэр германипус какое восприятие об экспедиции на данный момент я считаю что в эти края крайне сложных обстоятельствах как раз проделал чертовски хорошую работу а что насчет решения освободить прометея освобождение прометея осознанный риск но это сущность приведет нас байрону риск оправдан наш главный приоритет спасения одного из нас не так они это так называемая все теория а а вот и бур а вот и бур а там у нас что там у нас этот самый штука короче ну чё сразу бежим за буром это у нас какая загадочка седьмая а мы не нашли стратана между прочим где он может быть ух ты а это интересненько правда я могу наверно сейчас где нибудь застрять да да а ну и стена дороже так секунду да да у нас есть средства просто чтоб понять стоит мне туда лезть то или не стоит зачем мы сюда полезли в эту расщелину тут есть закуточек но дело в том что если мы далеко от объекта типа стратана мы его и не увидим как-то так поэтому чем лезть и опять застревать текстуру давай-ка я бегу с другой стороны заход подмышку мы посмотрим здесь расщелина была здесь тут уже невидимая стена но мне непонятно зачем она зачем то что она есть дело в том что там ничего нет печально на самом деле что в этой игре нету вот как говорится изюма который был в первом таласе там если уж ты куда-то добрался каким-то одному тебе известным образом обязательно будет что-то чтоб поощрить свое любопытство а тут ничего этого нету и получается что все вот это вот это неинтересная беготня абсолютно то есть игрока надо поощрять любопытство надо поощрять иначе вообще никто даже и бегать не будет потом дася но это второй талас ну еще побежали от загадки загадки все равно нефиг делать и вот так оно и происходит чему было не добавить чего-нибудь занимательного чего-нибудь любопытного хотя бы как я говорю бутылку то чем за что вот лично я любила именно первый принцип талас это печально в этой игре печально я думала что это исправится может быть там с возникновением новых локации но нет это общая тенденция как я оставила клачь свертого до нельзя где был четвертый так вот здесь мы нашли машину мыши ежа нашли а вот бур дожали слушай на чего давай дадим интервью на блин у меня аж клавиатура перестала работать это мысли иди сюда давай я скажу что лягушки тоже люди все давай крикун теперь готов у нас половина города подключена к прямой трансляции давай внимание жителя новая уросалима со мной 1k первый из нас кому довелось воспользоваться действующим сомнодромом скажи нам один к что ты видел внутри божество какую-то под программу ничего пример концептуальной системы сон все себя всякие ошибки божество как вот давай мы скажем что пример концептуальной системы ну чтож я уверен что говорю за всех заметил что ты держишься с удивительным хладнокрови мы не будем держать людей в напряжении единственным свидетельством того что произошло внутри этой машины являются данные хранящиеся в твоих банках памяти наша аудитория хочет знать что тебе удалось узнать поделишься ли ты этими данными я почти ничего не помню машина засбоила данные бесполезно пусть данные получит рент только наши лучшие ученые смогут понять что я видел пусть данные получить или на наркс только наши лучшие инженеры смогут понять что я обидел пусть данные получит хега просто интересно что она с ними сделает я решила что этот опыт никто не должен повторять я никому ничего не передам пусть данные получат все Мне посоветовали направлять все запросы в правительство. Я почти ничего не помню. Никаких данных нет. Машина за сбоку. А-а-а. А давай выпустим. Откроем шкактулку Пандору. Так нам не было никаких данных. Рент. Я надеюсь, что... Подожди. Я надеюсь, что у нас сейчас на финал. Я вижу то же самое, что наши зрители дома. Что-то про наш нравственный компилятор. Ценность сострадания и понимания. Я пока ничего не понятно. Один комментарий. Эти данные научат нас важным истинным. Люди должны сделать собственные выводы о том, что все это значит. Думаю, эти данные ошибочны. В них нет никакой особой ценности. Давай, демократия. Люди должны сделать собственные выводы о том, что все это значит. Когда наши предские открыли проводимость, они не замерли на страхе перед ударом тока. Они вообразили себе электронную жизнь и создали нас. Говорит, Ленок. Мы будем подходить к этим данным и любым другим новым открытием с таким же любопытством и объективностью. Самое время выслушать комментарий от особого гостя. Да, говорит. Или гадинка решил бросить кости и доверить результат людям. Лично мне не терпится увидеть, что будет дальше. Такие дела, народ. Есть о чем подумать. Мы будем делиться с вами поступающей информацией по мере развития событий. Ну вот и все. Ну вот и все дела. Господи, я пошел. Черт, они узнают о нашем разговоре о лягушках. Ну, мы сняли с себя огромную... Ликотрасс, привет. Мне нужна была ваша поддержка, но, как я говорю, мои тараканы — это моя проблема. Кроме всего прочего, давай-ка мы сейчас вытащим вот этот вот активатор. А зачем он нам? Тут у нас есть и бур, и активатор. Давай их поставим здесь. Если бы мы отдали кому-то одному, это была бы опять кастовость. О, майн гоу. Смотрите, кто там стоит. Ой, у меня есть фонарик. Какая прелесть. Вот конец игры, узнать об этом. Ну, я, наверное, как-то туда попаду. Мне пришлось сейчас вниз бежать за всеми этими активаторами, симуляторами и прочими. Здесь у нас седьмая загадка. Ну, как видите, мы тут сейчас будем неужели туда забираться. Будем-будем. Будем-будем. Вот. Почему нельзя было просто сделать в горах все это? без вот этого сломляющего уродства. Ну, это опять же мое личное мнение. Там что-то такое странное. Давай-давай, сбегаем к этой к звезде. А эта звезда подразумевает то, что где-то там это дух Прометея. Ох, елки, его сюда гнать будет весело. Ох. Что, туда прям на голову лезть? Мамма миа. Полезли на голову. Абалджетс. Абалджетс. создатели вот это конечно фантастика красота сли отсюда упаду то мне безусловно каюк мне придется вытаскивать опять все эти коннекторы прочее из головоломок а это забытая головоломка да ладно тебя мы решим на обратном пути наверно потому что путь нас не заканчивается что у тебя в ухе ничего аль мне не хватает поля зрения почему я играю от третьего лица вот смотрите от первого лица и от третьего лица казалось бы мелочи но все равно знаю если есть такая возможность почему бы ее не использовать пошли дальше мне кажется я сюда могу спрыгнуть просто чем ладно это я ставлю я все-таки не знаю если меня не окончательно эта игра утомит я все-таки буду потом отдельно бегать по локациям и рассматривать все еще более подробно все у нас практически и есть вопросительные знаки сейчас смотри будут хохма если мы сюда придем а тут этот а огонь прометея здорово вернее искра глаз я предполагаю что ее можно забрать спрыгнув оттуда сверху иного пути я не вижу ну мы не за этим же сюда бежали бабочка где-то была красивая слушай а тут раньше были бабочки не исчезли потому что я раньше не помню не помню были бабочки что некоторые вещи к которым мы привыкли и считаем их само собой разумеется разумеющимися даже не обращаем на них внимания только когда они исчезают мы говорим ой а где же итак терминал новая теология из новой теологии Джорджа Бернарда Шоу когда вас спросят где Бог то Бог встаньте и скажите я Бог и вот Бог незавершенный но идущий к завершению как иду и я трудясь во благо вселенной трудясь во благо всего общества и всего мира а не заботясь только о личных делах своих так мы избавимся от древнего противоречия и нам станет видно что зло мира будет однажды наконец изгнано из него что принесено оно в мир не злобой и жестокостью а всеблагим творцом который еще не изыскал как осуществить свое благое намерение и тогда думается мне мы сможем смотреть на будущее с великой надеждой да уж Бернард Шоу Корнелли мой брат Евстафи говорил что по его мнению этот отрывок прекрасен но при всей красоте умаляет связь с великим который он прежде чувствовал при взгляде на мир что думаете? Миранда я в целом соглашусь с мнением Шоу но вот не знаю можно ли отождествлять красоту творения и человеческую идею о великом надеюсь я понятно выражаюсь я не хочу смотреть на вселенную и видеть свое отражение даже если это будет будущая версия меня Миранда сейчас попытаюсь еще раз объяснить красота вселенной и красота того чего можем достичь в ее рамках две связанные но разные вещи и очень важно рассматриваться отдельно простите уж не знаю как еще лучше сказать так основание из дневника гепатии том первое основание Нового Иерусалима день 1012 мы с Сарабхай стали сожителями по обоюдному желанию а не из необходимости так странно но в то же время приятно когда твоя жизнь естественно связана с жизнью другого человека мы обе поняли что вместе мы нечто большее чем сумма наших частей из нашего взаимодействия порождается нечто невероятно волшебное уникальное и необходимое я наблюдала подобное между Афиной и Корнелием но все иначе когда испытываешь это сама Афина у нас действительно было подобное это было прекрасно мне стоило больше это ценить любовь между роботами Тревор что скажешь на это вообще-то я хочу кое-что уточнить я сказала что Александра не видит в человечестве недостатков но она видит видит и как-то умудряется смотреть сквозь все плохое она не игнорирует это просто смотрит дальше например впереди наш и это все что многие из нас видят но она каким-то образом видит то что есть дальше ну не знаю землю обетованную не люблю метафоры или сравнение как это там называется в смысле тебе то все равно я мертв а ты робот но это ее способность заглянуть в реальность в глаза видеть все плохое и все равно хранить надежду блин это потрясающе думаю именно поэтому я ну в смысле но ты знаешь что не будем об этом работа еще много а у Чернышевски осталось не так уж много времени ну в смысле а у кого его сейчас осталось много ой так это человек там лежит и это его ноги и это его ноги я только сейчас сверху это поняла гаси блин так посмотреть ну да лежит сидит или где там есть какая-то штука тут у нас золотые ворота оказывается зачем мы сюда приходили что вот это вот за проходочка или мы там не были похоже да похоже я там не была а мостик все понятно итак здесь наверху вот эти вот парочка они держат золотые ворота ясно понятно ой ладно раз уж мы пошли я думала что будет дорога обратно но нет эта дорога короче пойдем 7000 ступеней у нас сегодня будет гулять гулятельно-разговательная разговаривательная серия подожди подожди звезду то этот указывал куда-то он же указывал куда-то на голову вы ее видели я ее не видела может она конечно где-нибудь и внизу в эту сторону это еще не значит что она да выглядит это жутко конечно у него прям загадка прямо в туловище у него он 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok